Утро начинается не с кофе, а с уборки во дворах. Ежедневно на борьбу со снегом с пяти утра выходят дворники. Только в Октябрьском районе Самары для очистки территории у подъездов задействуют более 340 человек. За качество отвечают управляющие компании и ТСЖ. Первым делом открываются все входные группы. Конечно, я понимаю, что все хотят сразу, когда выходят на работу, чтобы сразу все было чисто. Но это физически не представится возможным, потому что сами видите, какие обильные снегопады у нас сейчас идут. Мы стараемся, затем открываем входные группы, пробиваем дорожки и дальше в течение дня чистим, складируем снег, вывозим снег, работаем 24 на 7, не покладая рук. Как убирают территорию в Октябрьском районе, проверила глава города Елена Лапушкина. В центре внимания дворы, а также подъезды к соцобъектам, больницам, школам, детским садам. Эта территория находится в ведении городских и районных служб. У нас налажено взаимодействие с людьми во всех соцсетях. То есть мы представлены в Твиттере, в Инстаграме, ВКонтакте. Мы оперативно стараемся реагировать на все эти сообщения. Соответственно, у нас прямая связь. Мы понимаем, кто отвечает за эту территорию. Мы связываемся с соответствующей организацией, которая ее обслуживает. И принимаем все меры, чтобы активизировать их к надлежащей работе. Глава Самары в очередной раз обратила внимание, что работе техники во дворах мешают личные автомобили жителей. Особенно в густонаселенных микрорайонах. Несмотря на то, что управляющие компании ТСЖ размещают в подъездах объявления, некоторые самарцы все равно это игнорируют. Трудно добиться качественного результата, когда нет возможности работать тяжелой техники во дворах. Еще раз призываю людей, пожалуйста, уберите технику для возможности создания для вас же комфортных условий. Проговорили с главой района, что надо усиливать, надо проконтролировать выходы дворников, надо проконтролировать, сколько действительно вывели техники управляющей компанией. Ну и, соответственно, муниципальные предприятия, как работают на уличной дорожной сети. Елена Лапушкина отметила, что нужно активнее работать с людьми, предупреждать о расчистке снега в дворах, а также тщательнее следить за действиями управляющих компаний, которые несут ответственность за некачественную уборку территорий во дворах.